Мы следим за развитием скандальной ситуации, связанной с правоохранительными органами Семенова. Напомню, была обнародована фотография, на которой преступник, организатор подпольного игрового бизнеса Айлин Гусейнов, вот он в центре сидит в обнимку с людьми, очень похожими на сотрудников Семеновской прокуратуры. На старшего помощника прокурора района Константина Румянцева и на помощника прокурора Олей Казанокова. Экспертиза, которую мы провели, признала, что это не фотомонтаж. Эту фотографию обнародовал бывший сотрудник полиции города Семенова Андрей Груздев. Он говорит о том, что хотел закрыть нелегальное казино, но операция была сорвана, а его самого обвинили в превышении должностных полномочий и сейчас судят. Бывший полицейский утверждает также, что в уголовном деле по казино странным образом поменяли свечдоки. Например, его рукописный рапорт, написанный в день операции, был заменен на отпечатанный с другим текстом и подписью. Странным образом ведут себя и руководители Семеновского отдела полиции. Например, начальник следствия РУВД Ольга Туманова, которую вызвали на допрос в суд, выхватила телефон и стала снимать нашу съемочную группу. Единственное вопрос... Ну вот тогда давайте так, я еще раз как бы снимаю видео. Вот вы представьтесь, пожалуйста, вот вы берете у меня интервью, представьтесь, пожалуйста. Будем съемку на съемку? Будем съемку на съемку. На основании закона о полиции я прошу прекратить съемку, так как я являюсь действующим сотрудником полиции. Мне не позволено давать какие-либо информации в средствах массовой информации. Тот факт, что был действительно рукописный рапорт, тот факт, что я и другой сотрудник полиции данный звонок осуществили мы именно в присутствии, и она отрицает. То есть человек занял такую позицию, что я ничего не знаю, и то же самое в суде произнесла. Почему рапорт оказался напечатанным с подписью, который сам Груздев не узнает? Объясняю. Ну это показание Груздева, я могу сказать обратное. Но только если вы выставите это, я вам еще раз говорю, данное действие будет обжаловано. Рапорт за него никто не подписывал. Подпись его, пожалуйста, пусть суд проводит любые подчерковеческие экспертизы, никто за него ничто не подделывал. Это не соответствует действительности и тем событиям, что происходило там. Вместе с тем был задан вопрос, почему ею был отпущен один, возможно, из участников данной преступной деятельности. она пояснила таким образом, что это, опять же, по вине меня и другого сотрудника полиции, ей пришлось отпустить данного человека. Суд решит, кто виновен, кто нет. Вера есть, что справедливость будет, потому что те последствия, те вообще вот события, которые мне пытается вменить сторона обвинения, то есть они материалами дела никаким образом не доказаны. Поэтому все, что сейчас показывается в средствах массовой информации, это, наверное, на совести желтой прессы, которая выставляет сотрудников полиции, но в каком-то негативном. Я еще раз повторюсь, я против того, чтобы вы публиковали на основании закона о полиции и снимали меня. Вот такая позиция руководства Семеновской полиции. Возмущает не негативные факты, а то, что о них рассказывают. К сожалению, рассказывать есть о чем. Это уже и упоминавшаяся фотография, где преступники в обнимку с людьми, похожими на прокуроров. И события прошлой недели, где в присутствии полиции неадекватная гражданка с ножом нападает на людей, а полицейские ее не то что не задерживают, даже нож не отбирают и советуют его спрятать. Речь идет о так называемой зоозащитнице Инне Родионовой, которая зарабатывала, собирая пожертвования на бездомных животных. Свой дом в Семеновском районе она превратила в настоящую фабрику смерти, где массово сотнями гибли собаки и кошки. Полиция шесть лет не могла ничего сделать с данным приютом. Ни уголовных дел о жестоком обращении, ни изъятие животных. Дошло до того, что на прошлой неделе ночью приют сожгли неизвестные. Так вот, хозяйка этого приюта в здании администрации сначала угрожала ножом нашему корреспонденту, и делала она это в присутствии полицейского Семеновского РУД, который, я подчеркну, просто посоветовал убрать нож в карман и продолжал мило беседовать с этой Инной. А спустя буквально час после этого Инна с этим же ножом бросилась на девушку-волонтера. Опять же на глазах полицейских и опять же нож даже не отобрали. Нам пришлось дважды рассказывать об этом инциденте в эфире программы, и только после этого, спустя несколько дней, ГУД области объявила о том, что проведет проверку в отношении своего сотрудника. Ну а что касается скандальной фотографии людей, похожих на сотрудников прокуратуры, то по ней проверка продолжается. В настоящее время ведется служебная проверка по данному факту. В первый же день, как только вы приехали ко мне с этой фотографией, данная фотография была к рапорту приобщена и направлена для проведения именно служебной проверки. То есть идет сейчас служебная проверка. Если какие-то есть вопросы более точные, более детальные, это, конечно, к нашему руководству. У нас много могут быть самых различных фотографий там, и вы знаете, у нас очень много должностных лиц по стране привлекается к ответственности. Это ведь абсолютно ни о чем не говорит. Это говорит о том, что идет системная работа. Пока так.